Водитель правой ногой всегда давит на крышку своего гроба, а боец своими ногами посылает в гроб соперника. Приветствую вас мощные бизоны, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим насколько хорош бывший чемпион UFC в легком весе, победитель 13 сезона The Ultimate Fighter, обладатель черного пояса по джиу-джитсу и топовый ударник Энтони Фергюсон. Сейчас с ютубом творится что-то очень неладное и мои подписчики не получают уведомления о новых видео, поэтому прошу вас сделать маленькую махинацию, отпишитесь от канала, а затем сразу подпишитесь и нажмите колокольчик. Благодарю. Тони начал свою карьеру в вольной борьбе и успел дважды стать чемпионом в ассоциации колледжей. Затем немного поработав в продажах и барменом в ночном клубе, он согласился на предложение потренировать борьбе молодежь в ММА, в результате чего в 2008 году он сам решил начать профи-карьеру в этом направлении. В первых поединках явно выделялась его тяга к борьбе и практически все победы он добыл именно болевыми, но тренировки по боксу и муай-тай все больше меняли стиль Тони и он очень быстро прогрессировал в ударке, что особенно остро чувствовали на своей голове его оппоненты. С рекордом в 10 побед и 2 поражения от Карена Доробедяна и Джейми Тони в 2011 году Фергюсон принял участие в 13 сезоне шоу The Ultimate Fighter. На шоу его тренером был Брок Лесснер, а сам Энтони заимел много ярких воспоминаний о шоу как в клетке, так и за ее пределами. В шоу Тони впоследствии выиграл, одержав победу по очереди над Джастином Эдвардсом, Райаном МакДжеливреем и в финале победив Чака Анила, после чего подписал полноценный контракт с UFC. Дебют Тони против Аарона Райли состоялся на UFC 135 в Денвере. Это было яркое зрелище, в котором Тони весь первый раунд избивала Аарона и на второй тот уже выйти не смог. Следующий бой против Ива Эдвардса Тони провел через 3 месяца в Лас-Вегасе. Это был отличный бой от двух ярких ударников с жесткими обменами, но после трех раундов рубки победу единогласным решением судей завоевал Фергюсон. 5 мая 2012 года Энтони выходит в клетку против Майкла Джонсона в рамках UFC on Fox Dias против Миллера. Несмотря на то, что на протяжении боя Тони пару раз хорошо потряс Майкла, тот был лучше в стойке и наносил больше точных ударов, поэтому победил единогласным решением судей. На UFC 166 Фергюсон встретился с Майком Рио, с которым расправился удушающим в первом раунде. Через полгода в Лас-Вегасе в клетку вышел японец Кацунори Кикуно, который ничего не смог противоставить ударам к американца и был нокаутирован в первом раунде. UFC 177 соперник самоуверенный Дэнни Кастильо. Это был тяжелый бой для обоих, у Тони было много хороших попаданий и немало попыток сделать болевой, а Дэнни в свою очередь также жестко бил и контролировал партер, но победу раздельным решением судей получил Фергюсон. Абель Трухильо на UFC 181 оказался непростым соперником с хорошим ударом, который пару раз потряс Тони и заставил фанам серьезно нервничать, но удушающий во втором раунде снова приносит зеленую полоску в рекорд Энтони. Следующий бой против бразильца Глейсона Тибау Фергюсон проводит отменно и побеждает все тем же удушающим в первом раунде. 15 июля 2015 года в Сан-Диего совместно с Джорджем Томпсоном, который был его соперником в клетке, Тони показал выступление вечера и завоевал тяжелую победу единогласным решением судей. 11 декабря 2015 года в Лас-Вегасе Тони должен был драться с Хабибом Нурмаговедовым, но тот получил травму, поэтому в клетку вышел топовый ударник Эдсон Барбоза. Это был феноменальный и кровавый бой, который Тони закончил во втором раунде удушающим. После этого поединка Энтони ждал реванш с Майклом Джонсоном, но тот травмировался. Затем снова был назначен бой против Нурмаговедова, но в этот раз травмировался Фергюсон и бой был отменен. В клетку против непобедимого Ланда Ванатты с рекордом 8 побед Фергюсон вышел 13 июля 2016 года в Канаде. Ланда был очень близким к тому, чтобы выиграть бой нокаутом в первом раунде, но не смог, за что во втором поплатился удушающим от Энтони. 5 ноября 2016 года в Мексике Фергюсона ожидала настоящие испытания в лице Рафаэля Досаньеса. 5 раундов по 5 минут зрители наслаждались отменной рубкой, которая была признана боем вечера, а победу единогласным решением одержал Тони. В 2017 году UFC в третий раз попробовали организовать долгожданный фанами бой Фергюсона против Нурмаговедова. Но теперь у Хабиба были проблемы со здоровьем после весозгонки и бой снова отменили. На UFC 216 после 9 побед подряд с рекордом в 23 победы и 3 поражения, Тони наконец-то дали шанс побороться за пояс временного чемпиона в легком весе против Кевина Ли. И он этот шанс использовал сполна. Несмотря на тяжелый бой, ему удалось задушить Кевина в третьем раунде и стать чемпионом. В 2018 году UFC снова организовала бой Хабиба против Тони. Но он снова, уже в четвертый раз был отменен. Теперь из-за травмы Тони. Так что счет у мужиков по бесконтактному бою 2-2. На UFC 229 в Лас-Вегасе зрители увидели в клетке двух топовых бойцов Тони Фергюсона против Энтони Петтиса. Мужики подтвердили свой статус делом и показали супер бой, который был признан боем вечера и боем года. Но который был остановлен после второго раунда секундантами Петтиса из-за сломанной руки. Следующий поединок Тони провел против не менее знаменитого бойца Дональда Сероне. Это была очередная война ударников в клетке, вследствие которой у Сероне полностью закрылся глаз и врач остановил бой после второго раунда. Пятая попытка организовать бой за пояс между Хабибами Тони на UFC 249 9 мая 2020 года принесла миру коронавирус, из-за которого бой снова был отменен. После чего все руководство UFC перекрестилось и больше попыток организовать бой не делало, чтобы не вызвать конец света. Но Тони все равно принял участие в этом турнире. Только вместо Хабиба в поединке за пояс временного чемпиона UFC в легком весе напротив него стоял Джастин Гейджи, который этот бой провел великолепно и перебил Тони в стойке, заставив рефери остановить бой в пятом раунде. В следующем поединке против Чарльза Оливейры на UFC 256 Фергюсон не был похож сам на себя и проигрывал бразильцу как в стойке, так и в партере. В результате чего единогласным решением судей победил Оливейра. 16 мая 2021 года Фергюсон вышел в клетку против иранца Бенеиля Дариюша. И снова, как и в предыдущем поединке, иранец был лучше в стойке и партере. В результате чего выиграл единогласным решением судей. Сейчас Энтони 37 лет. После 12 побед подряд он проиграл 3 крайних поединка. Многие фанаты от него отвернулись и убеждают, что его время как топового бойца уже прошло. Ведь годы не песочные часы, их нельзя запустить заново. Но есть и такие, кто верит в то, что Фергюсон еще скажет свое последнее слово. А как думаете вы? Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы, вы можете став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании. Или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу Движуха с Федоровичем, куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Защита! Нога же нет, я просто знаю, перевариваюсь. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. О, щи! О, щи! О, щи! О, щи! О, щи! Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok